Юрий Анатольевич продолжит рассказ о своих исследованиях, которые он ведет целым массивным таким кустом, а это следующая часть. И, если вы позволите, я бы просил, чтобы Малых Михаил Дмитриевич был ведущим этого заседания. Он глубже в этой теме и сможет более оперативно реагировать и на какие-то не вполне понятные вещи, и на вторжение других товарищей с вопросами и замечаниями. Согласны? Согласны. Михаил Дмитриевич. Ну, в таком случае на правах ведущего предлагаю начать выступление Юрия Анатольевича. Юрий Анатольевич, я верю в тебя среди участников, так что прошу. Ну все, теперь будет. Ну, тема доклада. Построение первого дифференциального приближения для методов рунги-куты. Я, наверное, буду все время говорить рунги-кута, поскольку я так привык. Но вроде бы правильнее говорить куты. Так же, как уравнение, я привык говорить уравнение дюффинга через Ю. Но вроде бы правильнее говорить через У дюффинга. Поэтому я извиняюсь заранее, но как бы это вот уже, как говорится, уже как с молоком матери впитаны эти названия. Поэтому тяжело бы себя перестраивать. Вот. Сейчас я отключу свое видео, чтобы лишний раз связь не тормозить. Вот. Ну, тема доклада. Первое дифференциальное приближение для методов рунги-кута. Честно говоря, еще пару-тройку лет я и не знал, как построить для методов рунги-кута первое дифференциальное приближение. Хотя об этом мы и с Владимиром Петровичем думали лет 10 назад. Поскольку как бы выпадает. Вот когда разная схема, там понятно. А тут же целый набор этих вычислений правой частей. Там F от того. Юрий Анатольевич, я прошу прощения, у тебя пропала демонстрация. Так, сейчас, секундочку. Я почему-то отсоединился. У меня просто, я как бы иду сам на компьютере и иду отдельно на телефоне, чем звук нарушен. Вот так. Сейчас так. Звук отключил. Все, я вижу, возникла демонстрация экрана. Так. Ну, это английская аннотация к докладу. Я просто вставил на всякий пожарный. Наверное, ее нет смысла зачитывать. Вот. То есть, содержание основное тут как и записано. И доклад будет как бы общее введение методов первого дифференциального приближения. Потом будет рассмотрено уравнение дюффинга. Потом задача с пограничным слоем – это когда… Уравнение дюффинга – это когда малая производная у нас. Присутствует малый параметр. А задача с пограничным слоем – когда малый параметр стоит у старших производных. Ну, и численные исследования полученных результатов. Вот. Ну, для систем дифференциальных уравнений – это очень похоже. Я такой примерно доклад делал. Тут много повторов достаточно. Ну, просто не все тогда слушали их. И как бы постараюсь это обновить. То есть, много разных-разностных схем. И возникает вопрос, так сказать, как их исследовать. Ну, и чисто формальный прием постоянной разности схемы – это просто замена дифференциальных операторов разностными аналогами. Он иногда бывает очень, так сказать, недопустимым различием между решением и точным решением. Ну, имеется в виду численное решение. То есть, надо каким-то образом выбирать хорошие разностные схемы. Тут как раз возникает понятие сходимости, аппроксимации, устойчивости. То есть, какие-то оценки качества. То есть, мы говорим, что это лучше и так далее. И вот одним из таких достаточно алгоритмических методов исследования является метод дифференциального приближения. Вот. То есть, сама идея возникла, так сказать, раз в 50-х годах к Жуковым. Вот, так сказать. Хотя, в основном, этот метод развивался в работах Хиненко и Шокина. Идея сама по себе очень красивая достаточно. То есть, мы, так сказать, мы, когда мы пишем разностную схему, ну, или какой-то другой численный метод дискретный, мы от неперерывного переходим к дискретному аналогу. Вот. И тогда у нас происходит замена дифференциальных на алгебраические уравнения. Но при этом алгебраические уравнения тут получаются уже достаточно крупными и большими. И вот возникает сразу вопрос, как можно все эти вот эти вот уравнения алгебраические, а когда у нас разностные схемы, формально мы можем говорить о бесконечном наборе алгебраических уравнений, как мы можем их исследовать? То есть, совместно они, какое пространство решений и вообще, так сказать, какие свойства получаются? То есть, не противоречили они исходным дифференциальным уравнениям. Вот. Вот как это происходит. То есть, мы разностную схему записываем через дифференциальный оператор. Это классический подход представления первого дифференциального приближения. Они вот вот такой подход используют, поскольку исследовались только уравнения эволюционного типа. То есть, производные УПТ плюс какая-то правая часть, которая зависит только от функций и их производных по пространственным переменам. Ну и тогда легко и ясно, что все производные по времени, которые получаются в разложении, мы должны заменить на производные по пространству. И, естественно, саму функцию. Ну это, как бы, получается очень достаточно громоздко, но и узкий подход. То есть, только такие уравнения, это обычно параболического типа. Вот. Но интересный процесс стоит в том, что дифференциальное представление, оно как бы формально должно нести всю информацию. То есть, это у нас, мы разницу схему заменяем дифференциальным уравнением, которое представляет ряд бесконечный. И мы, так сказать, это как бы своего рода, вот, я тут пишу, это своего рода бесконечное дифференциальное уравнение. Вот. Как это все можно представить алгоритмически? Вот. К сожалению, я вот таких работ не нахожу, хотя алгоритмически здесь вот для меня лично это все понятно. Ну вот, это представление, это можно как представить? То есть, у нас есть модуль. То есть, модуль это, как бы, набор, ну, набор полиномов, набор дифференциальных уравнений в виде вектора. Или там, набор разностных, так сказать, разностных многочленов, тоже в виде вектора представленных. И мы эти вектора, так сказать, используя алгоритм построения Байс-Грёвнера, постараемся как бы работать. Но для, так сказать, дифференциального уравнения бесконечного получается это бесконечный модуль пространства. Поэтому мы должны выбрать упорядочение позиций в ОВТ, то есть позиция старше любого терма. То есть, мы стараемся сначала упростить первую позицию, потом вторую позицию, третью и так далее. Вот. Но при этом, так сказать, поскольку у нас все время вычисления у нас приближенные, то важен только первый член ряда. Остальные, так сказать, можно не считать. Поэтому, если мы таким подходом вычисляем первый неравный нулю член ряда, это вот и будет первое дифференциальное приближение. При этом, в отличие от стандартного классического подхода с первым дифференциальным приближением, мы не связаны с упорядочением, что у нас производные по времени, через другие выражается. Тут абсолютно любые порядки, которые совместимы, которые используются для построения байсов-гребнера. Но в данном случае у нас дифференциальное уравнение, поэтому у нас упорядочение должно быть совместимо относительно операции умножения. То есть, при умножении порядок не должен меняться между производными там и произведениями производных и самих функций. И не должен меняться порядок при дифференцировании. Если такой задан линейный порядок, то есть, все члены сравнимы по этому правилу между собой, мы можем строить, так сказать, первое дифференциальное приближение. За счет этого можно резко сократить объем вычислений, поскольку замена производных часто по времени – это первая производная, а уравнение коротевек до фриза ему соответствует третья производная по пространственной переменной. Ясно, что там, если у вас возникает вариант разложения, там третья производная по времени – это будет девятая производная по х. Это очень громоздкие вычисления в силу нелинейности и достаточно сложно. Ну вот первая дифференциальная находится, так сказать, вот здесь, по этому адресу. У меня тут целый набор разных построенных первых дифференциальных приближений. Они сделаны таким полуручным способом, я сейчас покажу. Так, это сейчас все. Сейчас я перейду. Так. Ну, для начала, сейчас я увеличу экран, чтобы было крупней. Сейчас, секундочку. Тут из-за формул достаточно медленно увеличил, все. Я думаю, сейчас уже хорошо должно быть видно. Наверное, он даже вот так. Долго перерисовывает, поскольку там на JavaScript это я уже слишком, наверное, увеличил. Сейчас так масштаб сбросить. Ну, пусть будет так, наверное, да. Нормально. Вот. То есть первый модельный, хорошо известный пример, как физикам, механикам и просто математикам – это так называемое уравнение дюффинга. То есть, если мы рассматриваем только вот эти два члена. Сейчас, секундочку. Да. Вот. Это у нас получается обычное уравнение колебаний. И эта задача часто возникает. Это, например, пружина подвешенная, закон Гука, когда у нас линейная связь между деформацией и возникающим усилием. То есть у нас слева это, так сказать, закон Ньютона – сила равно М на А. То есть это как раз масса на ускорение, условно говоря. Но тут как бы обезразмеренно все, поэтому мы не пишем масса, а просто ускорение. А пружина здесь какой-то коэффициент, и он при этом у нас сдвигается влево-вправо, и возникают колебания, которые обычно и синуса, и косинусы. Вот. Но, как всегда, весь мир нелинейный, я говорю, иначе бы везде было у нас явление резонанса. Тут обычно надо добавлять дополнительный довесок. Но тут добавляется именно кубический член. Ну, с чем это связано с кубическим членом? Поскольку квадратичный член при деформации, растяжении или сжатии, он будет всегда положительным, и он плохо аппроксимирует. То есть функция должна быть знакопеременной. То есть у в кубе. Ну, и тут возникает малая величина, поскольку все-таки вот это вот основные колебания не работают. То есть это возникает колебание, и, казалось бы, вот этот небольшой довесок, и как бы все здесь можно было бы хорошо решить. Но, к сожалению, так сказать, вот это уже даже это уравнение, когда, казалось бы, при эпсилон малом все должно хорошо решаться, и в том числе численно, возникают некоторые сложности. Ну, а так это уравнение, конечно, имеет решение через лептические функции. То есть его можно... Вот я тут ссылаюсь на книгу, страница 123. Есть так называемый первый интеграл. То есть мы просто все умножаем на производную по времени УПТ, и тогда можно вот так вот проинтегрировать. То есть у нас вот этот вот первый интеграл. Вот. Вот отсюда видно, что как раз можно тут перейти, так сказать, к другим переменам, и получится лептический интеграл. Ну, интеграл там от корней и так далее. Вот легко можно проверить дифференцированием вот таким упрощением, что это ноль. То есть это является первым интегралом. Я тут цитирую и неоднократно книгу Найфи, вот, «Введение методы возмущения. Мир. 1984 год». У нас... Мне по ней читали лекции, и у нас на кафедре до сих пор ведутся занятия, используя как раз эту книгу. Вот. Я на нее здесь ссылки на странице делаю, и она лежит на моем Яндекс.Диске, и поэтому, в принципе, по докладу можно будет, если кому интересно, можно будет скачать. Вот эта вот настройка происходит моего метода построения первого дифференциального приближения. То есть я описываю сами функции, какие есть. Я тут вынужден ввести функцию О1, поскольку метод Рунгикуте у меня все уравнения должны быть первого порядка. Поэтому вот это уравнение Дюффинга, оно второго порядка. Я его представляю как два уравнения первого порядка. Одна у меня переменная Т, это вот работа с рядами, то есть я делаю разложение до восьми порядков, вот. А обрезание делаю на седьмом порядке, поскольку у меня там будет метод Рунгикута пятого порядка, и поэтому надо с запасом делать разложение, чтобы получить все нужные члены. Но эта точка, в которой происходит разложение, она вообще не принципиальна, можно брать любую. Просто если мы возьмем здесь большое число, получится более громоздкое разложение. Но в конце концов оно при построении первого дифференциального приближения, я это как бы забыл сказать, получается каноническое представление. То есть как только вы определили упорядочение, у вас вид первого дифференциального приближения определен однозначно. Она только зависит от выбранного порядка. Ну, эта настройка тут как раз используется часть моего пакета GINF, но MANOM тут имеет как раз часть пакета, которая написана на питоне, так сказать, для работы со студентами, чтобы это было простое использование и легко переносимое, поскольку не требует никаких компиляций дополнительных библиотек. Здесь эта функция T, это разложение в ряды, такое стандартное, то есть берется производное. Вот G1, это у нас сдвиг, насколько мы сдвигаем. И, ну, факториал это разделение обычной ряды. То есть вот пример, так сказать, мы функцию U сдвинули на одну позицию, там, влево или вправо, как трактовать, и на позицию минус 1. И разделить на 2H на шах, это должна получиться аппроксимация стандартной формулы, которая второго порядка используется для разложения первой производной. То есть экспант мы привели, все подобные разложили и, естественно, получили вот первую производную. Поскольку симметрично, то у нас не будет разложений члены с нечетными степенями, только четные будут. Тут получается член H2, H4, H6. Вот это вот разложение, я просто показываю, как она работает. Ну, тут набор моих функций, которые позволяют это все организовать. На самом деле тут полный байс Гребнера не считается. То есть здесь достаточно сложная функция как раз нахождения делителя, поскольку сделано для нелинейных уравнений. А когда нелинейные уравнения, чтобы там не зациклились, так сказать, эти самые редукции, надо, например, если у вас делится, например, производная у x, y, то вы должны как множители выделить у x, y у всех, и тогда только произвести редукцию сразу по всем мановам, которые содержат в качестве множителей у x, y. Иначе получается циклы. Вот это сразу не совсем было понятно. Ну, какое-то время потребовало, так сказать, осознания, и после этого, так сказать, уже сама функция уже хорошо работает. Ну, это стандартная редукция, как одно уравнение к другому. Это так же, как в пренемиальный случае, как и дифференциальный, как и в данном случае набор дифференциального ряда. Это вот одно и то же, так сказать, работает. Вот, shift – это сдвиг, поскольку у нас ряды. То есть у нас, раз это уравнение бесконечное, оно равно нулю. Раз оно равно нулю, я могу его дифференцировать и прибавлять к этому же равному нулю дифференциальному уравнению бесконечному. Могу его умножать и так далее. То есть любая линейная комбинация нулей – это, по идее, опять же, тоже ноль. И поэтому это все можно, так сказать, делать. Вот. И поэтому здесь вот shift – сдвиг присутствует. Ну, и вычтение самой нормальной формы. Опция head – голова ложь. Это говорит о том, что не надо иногда редуцировать нулевые вот эти слагаемые, которые как раз и аппроксимируют там искомые дифференциальные уравнения. Вот. Это наиболее частая ситуация, поскольку мы должны, когда строим дифференциальное приближение, именно упрощать правые, следующие члены слагаемые, поскольку нас интересует вычисление главного вот этого, остаточного члена главной поправки. Ну, трейс – это трассировка, если надо, там, для, так сказать, обсуждений. Компакт. Я просто перевожу в компактное представление, поскольку производные формально записываются громоздко, как вот в данном случае, если вы видели. Сейчас, секундочку. То есть, тут вот такая громоздкая запись производных, а компактное – это просто будет написано «О» и внизу с индексами «ТТТТ» три раза. То есть, гораздо более компактное представление, то есть, удобнее и для печати, и вывода на экран, ну, и для вставки в статью, поскольку Симпай хорошо конвертирует формулу АТЭ. Ну, это всевозможная печать, это для вывода сейчас будет продемонстрировано. Ну, вот, для рассмотрения, у меня были рассмотрены три наиболее характерных метода. Этот метод Рунгикута второго порядка, но который представляет собой неявный метод Рунгикута, его там еще, наверное, называют метод Тейлера. Вот. То есть, здесь, видите, Y1 – это который, само значение со следующего временного слоя. То есть, это неявно и позволяет работать жесткими системами. То есть, одновременно вот этот метод. Самый простой и удобный, обычно его часто используют Рунгикута четвертого порядка в силу своей простоты и простых формул, но при этом уже четвертый порядок. Очень популярный метод и во многих библиотеках Дорманда Принца – это пятого порядка. Я тут не беру, что тут можно посчитать, оценку шага сделать, насколько шаг можно выбирать и так далее. Тут много у него всяких наворотов, но я просто в лоб беру Дорманда Принца – пятого порядка. То есть, мне надо показать работу с разными. То есть, это что и метод по-настоящему работает и берет любые, так сказать, методы Рунгикута. Ну вот, переписано в матричном виде наше это уравнение. То есть, первый член у нас – это U, а здесь записана правая часть, что это производная равна. Соответственно, нулевой член – сама функция. Вот она, тут будет, значит, вторая производная стоять, а здесь будет Y0 минус Y0 в кубе. То есть, вот, так сказать, это самое. Ну вот, мы взяли Рунгикута второго порядка, то есть, вот эту вот неявную схему разложили в ряд. Но он, видите, достаточно громоздкий. Вот. Вот можно сюда пролистать, так сказать. Видно, что это достаточно громоздкое само по себе. Ну, как бы вот второго порядка четвертого считает быстро, пятого все-таки требует какой-то времени работы. Но надо учитывать, что симпай сам по себе медленный. Потому что все написано на питоне. И, несмотря на это, достаточно быстро считает. Ну и вот мы взяли, вот функция клип уже обрезала наши ряды и перевела представление в виде такого вектора. То есть, мы записали, что у нас вот это вот разносные производные, плюс правая часть, это и есть метод Рунгикута, вот как бы записанный в таком виде. Ну, видно, H нулевой, это в нашей, как говорится, сама искомая, так сказать, первое уравнение. У нас же два уравнения первого порядка. Это вот, ну, видно, что U1, это как раз и есть же производные по времени. Это как бы точность, что U1T минус UTT. Ну, тут уже не ноль получается, H квадрат. Ну, и так далее. Вот это все разложения наши идут до шестого порядка включительного. Второе также вот получается, вот уже сама получается наш уравнение, потому что один это производные по времени, значит, UTT. Здесь все получается, и вот тут не нулевые члены. Вот они как выглядят. Вот мы сейчас считаем нормальную форму. Здесь показан лидирующий маном из первого уравнения соответствует, на чем мы будем делить и сокращать, и здесь со второго. Ну, и запрещаем редукцию уголов. Тогда у нас получается, видите, порядок второй, и вот возникает здесь остаточный член O1 на 12. Ну, тут малого порядка в самом уравнении нет, и поэтому тут как бы все нормально, все работает. Тут эпсилон, тут маленькая величина. Ну, H квадрат же мы тоже считаем, что маленький. Тут все хорошо. Сложности возникают со вторым уравнением. Если тут посмотреть, то получается, у нас здесь эпсилон. Если тут эпсилон мало, вот, а здесь U, а здесь U в кубе. U-то тут тоже самое, может быть, тоже мало, поскольку тут возникают колебания, и U проходит значение через ноль регулярным образом, там, с каким-то периодом. То получается, что когда отношение вот этой величины U разделить на 12 умножить на H квадрат и отношение эпсилона U в кубе могут быть порядка единицы или даже, там, наоборот, десяти. То есть никакого приближения мы уже не можем. То есть у нас не происходит аппроксимации исходного уравнения таким образом. И этот дефект надо каким-то образом учитывать и правильно выбирать для каждого эпсилона какой-то набор своих H, при которых мы только тогда можем решать эту задачу. Позже я, когда числено, я буду подтверждать. Возможно, может быть, сейчас лучше даже, кстати, перейти и сразу показать, как это выглядит в численном методе. Сейчас, секундочку. Ну вот, это запрограммированы эти же все формулы. Вот. Единственное, что, поскольку тут нелинейный, я, так сказать, делаю метод простой итерации. Ну, тут обычно даже трех-четырех достаточно. Но я взял 10, не связываясь ни с каким эпсилом, ничего. Так сказать, он достаточно легко программировался. Вот. Вот мы здесь делаем 10 шагов. То есть на 2 в степени по N уменьшаем на каждом шаге в 2 раза эпсилу. И, соответственно, берем разный набор шагов, аж тоже суменьшая на 2 в какой-то степени. Вот. Накапливаем. Поскольку у нас есть первый интеграл, первый интеграл, вот, мы можем посчитать. А на самом деле, я строил графики, первый интеграл постепенно начинает нарушаться, либо он выполняется везде с хорошей точностью. Но если происходит нарушение, то в самой последней точке наибольшее отклонение. Поэтому просто в последней точке считается вот отношение. То есть у нас H должно везде равняться в точности 0,5 для вот этих вот начальных условий. Вот. И я просто делю и плюс разделить на значение. То есть получается у меня от 0 до 1 отклонение относительно, так сказать, ошибка получается. Ну и в том числе я считаю норму по, так сказать, отношению. То есть я делю на H квадрат. Поскольку там еще была функция у, а тут у нас же у в кубе, я просто пишу квадрат. Ну и умножая на епсилу на 12, там из знаменателя переходит числитель. Поскольку там разделить. Вот эта вот оценка, получается, мы должны... То есть когда у нас вот эта величина становится достаточно, так сказать, сейчас скажу, маленькой или большой. Вот. Достаточно большой, только обратная величина достаточно большой. То тогда, значит, это должно являться показателем, что мы плохо аппроксимируем исходную систему. То есть численный метод не должен хорошо работать. Ну и вот, так сказать, мы строим графики. Сейчас я их, так сказать, про... То есть это у нас набор разных линий. Эпсилон чему равно разноцветных. Вот. Я не строил специально здесь, не отказывал, логарифмический масштаб. Что, в принципе, он соответствует порядку этого метода. То есть будет, так сказать, линия, так сказать, с порядком двойки идти, поскольку это квадратичный метод. Но видно, что в начале, когда у нас это отношение плохое, видно, как плохо отклонение. То есть смотрите, если у нас должно выполняться 0,5, то вот это отклонение получается вообще велико. То есть в конце точки получается уже отклонение вот этого первого интеграла. То есть если первый интеграл – это, например, кинетическая энергия, или там просто энергия системы накопленная, то получается энергетически мы вообще уже не ту задачу решаем. Отклонение велико, поскольку там 0,5, а тут, видите, 0,14 отклонение. То есть это очень сильное отклонение получается в системе. И они, видно, вот так вот еще колебаются эти отклонения. Ну и вот видно, что как раз происходит, что отношение порядков, видите, порядка единицы здесь получается, там или там 0,1. И только при малых значениях оно, так сказать, уже достигает вот хорошей величины. То есть вычисляя вот по той информации, которую мы получили из первого дифференциального приближения, мы можем сразу сказать, что для какого эпсилона выбрать какой H. Потому что на самом деле в учебниках и всегда объясняется, что при больших эпсилон там все хорошо, мы считаем численными методами стандартными, а когда эпсилон становится малым, то там надо использовать разложение, методы всяких осреднений, их достаточно много разных методов, метод многих масштабов, ну и так далее. Ну или как вот потом я буду рассматривать краевую задачу, то там надо еще сращиваемое разложение, внутреннее, внешнее разложение их сращивать. Ну и даже картинку небольшую покажу, как это все работает. Если рассмотреть, ну и вот как раз разложение, проверка этого, так сказать, интеграла, первого интеграла, вот он, это в лоб разложение пока, после упрощения первого интеграла на вот эти наши уравнения 2F1 и F2. Всегда получается, кстати, первый интеграл, но это и понятно, он получается, разложение дает на порядок больше. Хотя я могу привести, я делал эксперименты просто в других методах, не метод Рунки-Кута, а, например, там, ну простые там, типа разностные схемы, можно показать, что некоторые методы разностные не дают хорошей аппроксимации первого интеграла. То есть, например, самоуравнение аппроксимируется с точностью, например, H-куб, а первый интеграл аппроксимируется вообще с точностью О-Ат-Аш. То есть, такие примеры были, я где-то с полгода назад, но мы отдельным семинаром делали, и, так сказать, не внешним, таким вот, как сейчас, и я там показывал, что там такие методы возникают. То есть, здесь получается, видите, H-куб, видите, хорошая аппроксимация. Тут маленькая величина ε на у, но у нас тут же ничего, ε не присутствует там в разложении, поскольку она, видите, в силу этих уравнений 0 дает, ну вот получается такой порядок точности. Четвертый порядок точности. Тут тоже достаточно громоздкая система сама по себе возникает. Вот, опять мы раскладываем, повторяя все вычисления такие же. Ну и здесь тоже возникает метод, и видно, что возникает вот слагаемое, видите, u1 на 120, но тут у нас ε нет, поэтому это, как бы, это уравнение должно хорошо работать всегда. А вот с малым параметром сразу опять возникает проблема. Тут ε в кубе, а тут H-4, u на 120. Вот, и можно посмотреть, как это будет работать численно. Ну видно, что, в общем, поведение как-то, каким-то образом здесь улучшилось. Видите, оно как бы монотонно здесь себя ведет. Вот, и, так сказать, само, видите, тут как бы отношение величин за счет порядка улучшается. То есть здесь минус 1, и видно, что, как бы, у нас вот это отношение не возникает такой большой величины, как в предыдущем примере, когда квадратичный. То есть уже сейчас можно сделать вывод, что если у вас ε не при старшей производной, то, в принципе, увеличение порядка метода улучшает, так сказать, аппроксимацию этой системы. Ну, в данном случае, во всяком случае, для уравнения Дюффинга так получается. Тут тоже получается, если разложить, то получится уже не четвертый, а пятый порядок разложения. Вот он, первый ненулевой член возникает. А вот Дормана и Принца, вот уже вообще очень достаточно громоздкие выражения. Но это и связано с тем, что там числа такие, отношения чисел. Дроби достаточно громоздкие, рациональные. Он, видите, достаточно громоздко. Достаточно долго считается, но тут в основном видны расчеты длительные, поскольку арифметика, питоний, длинные числа достаточно медленные. Производит разложение. Вот, возникает, видно, что у нас пятый порядок. Видите, он на 3600. Ну и, соответственно, здесь пятый порядок у 1 на 3600. Вот видно, что опять эпизол мы должны сравнивать. Ну, тут очень быстро у всех все происходит. Опять же, видите, отклонения. Вначале я специально подбирал эпизолон достаточно, так сказать, эпизолон и аж достаточно большими, чтобы, так сказать, увидеть все эти отклонения. Но видно, здесь уже 10 минус 2 сразу начинается, поэтому поведение достаточно хорошее и быстрое. Видите, они, вот это отношение, оно показывает, что чем оно меньше, тем точнее будет у нас численный метод. Вот. Так, это уравнение Дюффинга. Ну и тут, естественно, получается, как уже было со всеми, шестой порядок точности выполнения первого интеграла. Вот он возникает. Было также интересно рассмотреть, сейчас, вот, задачу, так называемую, задачу с пограничным слоем. Вообще, задача с пограничным слоем – это краевая задача. Ну, я сейчас объясню, как я ее тут буду рассматривать методом Рудгикута. Потому что методом Рудгикута краевые задачи – это метод пристрелки надо делать. Ну, так сказать, вот само это уравнение. Ну, вот можно в такой виде записи. То есть у нас епсилон плюс квадрат. Видите, тут достаточно сложная зависимость от епсилона. Но самая главная проблема – это то, что епсилон находится вот в этом месте, то есть при старшей производной. То есть епсилон равный нулю у нас просто уравнение будет первого порядка, а мы не сможем двумграничным условиям просто удовлетворить, поскольку так не получится. Вот. Я здесь ссылку на ту книгу делаю и показываю, на какой странице этот пример приведен. Чем хороший этот пример, он имеет точное решение, и мы поэтому можем сравнивать. Вообще говоря, это, так сказать, задача достаточно такая непростая. То есть вот поведение вот такое вот. И чем меньше епсилон, тем вот этот круче, вот этот переходик получается в этой книге. Сейчас я увеличу. Вот. В этой книге переход получается более крутой. И вот тут вот уже ясно, что аппроксимация, поскольку тут переход – это экспоненты, и очень плохо. Любая разная схема – все равно полиномиальная аппроксимация. И поэтому здесь надо измельчать шаг. Ну, когда измельчаем шаг, тут его медленно меняется, тут накапливается погрешность. То есть это как бы элемент такой жесткой системы здесь возникает при малых епсилонах. И достаточно сложно решать. Так. Вот. Но это я вывожу точное решение, чтобы и саму производную, чтобы подставить, сравнивать было с численным методом. Аналогично здесь все точно так же настраивается сама система. Вот. Как и в предыдущем случае. Ну, опять же, методы Рунки Кута. Вот. Вот у нас получается, что достаточно, опять же, громоздкий вид. Мы аппроксимируем все. Вот. И вот когда уже по нам построено, так сказать, разложение, здесь получается, видите, какая особенность. То есть у нас здесь Рунки Кута второго порядка. Но тут получается, что мы на епсилон квадрат делим. То есть получается парадокс, если епсилон мало, то тогда вот этот член начинает расти. И он, несмотря на h квадрат, то есть h квадрат должны мы сделать гораздо меньше, чтобы компенсировать рост епсилона. Вернее, епсилон малости, поскольку это выражение сильно растет. Если в самом уравнении рассмотреть, то получается, что здесь мы тут вынуждены были на епсилон разделить, поскольку у нас разрешенные для Рунки Кута мы должны разрешать относительно производных. То здесь мы как бы на епсилон еще должны домножить. Епсилон уйдет. То здесь получается епсилон квадрат. А здесь вот, сейчас секундочку. Я пролистаю до конца. А тут епсилон куб. То есть получается епсилон в пятый и h квадрат. То есть мы когда сравним это все, то есть у нас должна быть уже очень сильная зависимость от h и от епсилона. Ну, в принципе, это должно было быть и ожидаемо, поскольку это все-таки уравнение такое вот, когда производная при старшей возникает. Но тут вот как у меня сделано. То есть я беру это точное решение, это производная для источного решения. То есть я не решаю задачу методом пристрелки, я просто сразу даю вторую производную источного решения. И тогда мне не надо работать с методом пристрелки. Но, может быть, это не совсем корректно для, как бы, в классе не совсем, так сказать, краевая задача решается. Но такой подход тут используется. И вот получается, что мы должны оценить вот такую вот величину. Видите, то есть h квадрат разделить на 12 епсилон в пятой. Епсилон мало. H у нас, да, мы должны выбирать еще значительно меньше, чтобы вот эта величина была малой. Она малой должна быть. А она может быть не только порядка единицы, а может быть гораздо более высокого порядка. Поэтому при расчетах здесь возникают, видите, ошибки переполнения. Вот они, видите, достаточно много не было подсчитано. Я потом выведу один раз, чтобы громоздко у него вводить эти функции. То есть у нас здесь фактически, видите, только 3 было подсчитано, когда у нас епсилон было достаточно велико. А при более маленьких епсилон у нас вообще задача не решается. Ну и видно, здесь это отношение, которое должно быть мало. Оно, видите, 10-12, 10-9 и так далее. То есть сама величина достаточно маленькая. То есть при малых епсилон мы, как бы, задачу найти не получается у нас. Так. Это вот мы метод Урнгикута второго порядка. Смотрим, как поведение улучшится или ухудшилось. Так вот оно оказывается, что еще сильнее ухудшается это поведение. То есть получается, что методы высокого порядка здесь работают хуже. Вот. Ну и сами величины, видите, они тоже достаточно громоздкие. Вот. И, так сказать, аналогично получается... А, я сейчас не вывел, я сейчас поторопился слегка. Сейчас я покажу. То есть здесь получается, видите, епсилон четвертый, это епсилон шестой. А Урнгикута, вот четвертого порядка, который я сейчас уже там показал, здесь еще более сильная зависимость. Так вот, второй как раз епсилон. Тут, видите, получается епсилон четвертый, и там епсилон квадрат, и епсилон шестой. А вот для Дормана и Принца метод дает еще более сильную зависимость. Вот, епсилон шестой, получается епсилон восьмой степени. Вот здесь это как раз в расчетах учитывается. Видите, сколько много переполнений в отличие от того случая произошло. Вот, и, так сказать, вот у нас только два метода остается. То есть метод более высокого порядка здесь ведет себя гораздо хуже. И это можно было сделать вывод из первого дифференциального продвижения, а не производить численные расчеты. Ну, вот как я тут накапливаю статистику для построения графиков. То есть у меня вот этот, это епсилон, это шаг. Так, это у меня, так сказать, получается, сейчас скажу, это оценка как раз погрешности, а это вот величина отношений шагов с епсилонами, по которой я могу судить об этой погрешности. Вот, тут она, правда, в обратном величину идет. Ну, вот видно сейчас, когда епсилон становится мало, тут уже все нам-нам, везде происходит переполнение расчетов никаких не получается. Вот, то есть еще в чем, как говорится, идея вот сегодняшнего доклада, что если бы я работал с общим видом, то есть просто заложил, то, например, рассмотрим системы второго, вернее, из двух уравнений, построим первое дифференциальное приближение там, задал общую правую часть, то есть функцию в виде там Т, самой функции там, другой функции, две функции у нас, поскольку у нас система из двух уравнений, то получается, что мы получили бы какие-то громоздкие формулы, и не было бы понятно. То есть основная идея какая? Если в системе есть какие-то параметры, в том числе малые, то тогда можно эту систему происследовать, как она будет вести себе численный метод в зависимости от нини параметра. То есть у меня есть исследование, но это, правда, не на методы Рунгикута, но вот, так сказать, набор систем с параметрами. Их достаточно много, и, как правило, на практике всегда какой-то есть задачи параметры. Интересно посмотреть, как от параметра мы должны выставлять там шаги, можно ли вообще задачу решить, в данном случае разложение. То есть мы должны либо разложение делать, а когда можно применять разложение, а когда, наоборот, численный метод строить. Это тоже как бы критерий выбора должен быть. Ну, тут вот набор разных систем. Вот, например, такая система имеет два первых интеграла. То есть я не перехожу в какие-то там другие, так сказать, координаты. Я работаю в физических координатах изначально, которые понятны, просты, и в них проверяю при решении, используя первое дифференциальное приближение, могу сделать оценку на значение первых интегралов. С какой точностью они выполнены. То есть метод можно сразу же забраковать, так сказать, изначально какой-то численный метод, поскольку у него первое дифференциальное приближение на этих первых интегралов не дают ту точность, которую сам метод на самих уравнениях выполнен. Вот. Ну, вот такая система тоже имеет первые интегралы, и главное, имеет опять параметр. То есть можно исследовать, как от этого параметра зависит первое дифференциальное приближение, и сделать как раз оценку, какие шаги и какой зависимости все это надо выбирать. Ну, в принципе, я, может быть, специально, так сказать, побыстрее, я решил не перегружать сильно доклад разнообразными примерами, но я вот наиболее характерный пример и показал. Так что, как бы, доклад пока окончен, задавайте вопросы. Спасибо. Коллеги, кто хочет задать вопросы? Ну, пока коллеги думают, я позволю себя на правах ведущего задать, может быть, даже скорее комментарий. Тезис о том, что интеграл может сохраняться с порядком меньшим, чем порядок разностной схемы. Лично у меня вызывает очень большие сомнения. Мне кажется, я могу доказать, что это не так для обыкновенных дифференциальных уравнений. По-моему, это следует из теоремы Лагранжа о среднем значении. Петр, ты об этом чего думаешь? Ты уверен? А я сейчас... У меня есть вычисление. Я считал тут полгода назад. Сейчас я сейчас откну. Я могу не угадать, но я могу и угадать. Кода не выполнена. Сейчас загрузится. Тут я просто не метод Трунгикута, а просто обычное разложение в ряды использовал. Не, ну ты скажи, у тебя что за схема и что за задача? Ну вот схема, это твое уравнение, которое ты использовал, когда метод осреднения. Вот я как раз ее представляю вот в таком виде. И вот тут F4 и F5 это первые интегралы. То есть записано, что значение, вот интеграл в этой точке, равен значению в первой точке. Сейчас мы посмотрим, чему оно равно. Если это у нас получается... Сейчас я печать вывел в этих формулах. Так, left, delta. Тут кубический порядок. То F5 у нас третий порядок. Здесь все хорошо. Так. Другой, видите, я по-другому осредняю правую часть. То есть я взял, тут не просто, а взял среднее значение вот таким образом посчитал. Вот. Тогда у меня что получается? Вот здесь, по-моему, получится плохо. Сейчас я посмотрю, чему равно. F3, F4. Так. Вот, F4. Вот. Там был куб, а тут уже дельта квадрат. То есть уже получается... Ну, схема второго порядка, извини, пожалуйста. Схема второго порядка, но, так сказать, интеграл, он... Первый интеграл, он уже тут дан производить и советует. Порядок должен повыситься, иначе это уже нарушение. То есть, если там схема порядка H2, любой первый интеграл, там хоть с производим, хоть чем, он должен уже быть H3. Вы уже один раз проинтегрировали. Любое интегрирование уменьшает погрешность. Она сглаживает функции. Ну, я, может быть, интимно так говорю, но это так оно и есть. Вот такое средение взято. То есть ясно, что оно аппроксимирует. Я просто... Извини, что я перебиваю. Я смутился, потому что я тебя понял следующим образом, что может быть такая разностная схема, у которой порядок равен, ну, скажем, R, а интеграл аппроксимируется с порядком меньше, чем R. Мне кажется, что так не бывает. Я где-то находил примеры. У меня есть. Видите, я достаточно громоздкий здесь сделал примеры на этой задаче. Вот сейчас посмотрим. Как раз, когда высокий порядок, так бывает. Вот я сейчас просто полгода назад... Я выскажу свое сомнение по поводу того, что это правильно. Ну, надо детальнее рассмотреть это. Я, кстати, думал про это, что надо детальнее исследовать. То есть здесь схема четвертого порядка. Вот дельта Т в четвертой степени. Так. F4 у нас получается... Сейчас. А, здесь дельта в пятый. Да, здесь все хорошо. Ну, я могу сейчас не ответить на этот вопрос сразу же. Как бы вот. Ну, я такие примеры находил. Может быть, не на этой системе просто. Ну, хорошо. Давай я тебе потом... Но он открытый. Я как бы... Его надо выверять, проверять. Поскольку я этому случаю очень удивился сам. И, так сказать, надо проверить. Может быть, там и какие-то ошибки с моей стороны допущены. То есть я тут спорить не буду. Давай потом продолжим, что он называется. Да, вполне возможно, может быть, примеры сами по себе искусственные. Я уверен, что мы разберемся с этой ситуацией. Коллеги, может быть, у кого-то все-таки созрел вопрос? Пожалуйста. Так, ну, вопросы не созрели. Тогда я еще одну вещь скажу, спрошу. Не знаю, как это лучше сказать. Если говорить о первом примере, где у нас регулярные возмущения, я не очень хорошо понимаю, о каких нелинейных эффектах говорится при малых эпселон. По моим скромным представлениям, если эпселон стремится к нулю, эллиптический синус должен, или что там будет в качестве решения, может быть, что-то похитрее, будет стремиться к синусу обыкновенному. И нелинейные эффекты при эпселон равной нулю будут просто превращаться в ничего. О каких нелинейных эффектах идет речь? Сейчас я, может быть, сейчас пересчитаю. Сейчас, секундочку. Я тут убрал график сейчас. Вот, вот так. Так. Мы сейчас просто построим график. Я не буду, так сказать... Вот. Сейчас так. Угу. Сейчас так. Ну, я здесь, чтобы быстрее считалось. Михаил Дмитриевич приводил мне пример. Вот его тут графики. Он взял только два. То есть, он до десяти. Я считал до ста, поскольку до десяти там бывает маленькое отклонение. А вот когда считаешь до ста, отклонение бывает сильным. Сейчас я это постараюсь показать на графике. Так. Аж так. Лейбл. Y0. Тогда надо будет построить график с H. Сейчас, секундочку. То есть, у нас аж здесь, вот это аж большой, вот этот, который здесь. Ну, я давайте его сейчас сделаю вот таким образом. Не будем мы там ничего накапливать, чтобы построить. Я построю просто график. Вот, и тут мы построим H. Вот эта величина, она должна быть равняться в точности 0,5. Вот, вот видно, вот H 0,5, да? H 0,5. Вот, пошли колебания. Видите, они идут. Накапливаются погрешки. На самом деле, оно может быть выше или ниже. Вот величина. Сейчас я найду сильное отклонение. Вот, видно, колебания пошли. А оно должно в точности всегда аж выполняться. Так, сейчас. Юрий Анатольевич, но ведь вопрос-то немножко не в этот. Интеграл-то, ведь он и в линейной задаче должен сохраняться. Никаких проблем. Понятно, что разностная схема явно интеграл тебе не сохраняет. Тут еще хороший пример. Тут неявная схема, вернее, да, неявная схема. Если сейчас рассмотреть явную схему, то там будет все гораздо хуже. Сейчас я покажу это. Это как раз, я смотрю, пример гораздо лучше. Там, тут хотя бы колебания идут. Присутствует какая-то монотонность. А сейчас, если мы... А, можно здесь просто заказать. Он гекут четвертого порядка. Сейчас не будем ничего менять. Вот тут четвертого порядка. Вот тут все хорошо. Видите, хорошее монотонное. Видите, пошло отклонение по времени. И оно постепенно уходит в сторону. А это значит, что у вас нарушается вся задача. Вот она с 0,5 ушла. И тут достаточно дает значительная ветчина. То есть, чем дальше по времени, вот это нормально все. А когда отношение вот это вот H и Epsilon не совсем хорошее, видите, какое сильное отклонение. Я вот это вот имел в виду. Тут хорошее. То есть, ты хочешь сказать, что можно сделать такое соотношение между H и Epsilon, что будет... Вот они выводены. Ну вот H и Epsilon равны, так сказать, 0,5. А хорошо, а если Epsilon такое же маленькое, а H будет меньше. А вот это же вот, вот мы всего лишь два раза уменьшили шаг и уже нормальное поведение. Так, кстати, там есть, по крайней мере, я специально вводил на печать последние значения. Ну там уже там четвертый, пятый знак отклонения. А когда, так сказать, хорошее еще вообще отношение, то там практически там, ну, седьмой, восьмой, десятый знак только отклоняется от 0,5. Вот, всего лишь два раза шаг уменьшили, а отклонение ушло. Это вот как раз и показывает вот эту грань, когда, так сказать, накапливается вот это вот. Если смотреть, как и ты рассматривал, вот это вот только два периода, здесь все отлично. А по времени он уходит в сторону. И это наблюдается у всех этих методов. Ну, кроме вот Рунгикут второго порядка, видно, что там, как бы, происходят колебания. То есть он, как бы, за счет неявной схемы не совсем уходит в сторону. Вот так вот. Но сама погрешность уже в некоторых точках уже сильно отклонение этого интеграла первого. Я по поводу этого примера не могу удержаться от такого странного комментария. Дело в том, что у тебя там в качестве схемы второго порядка неявной Рунгикута стоит, судя по всему, схема средней точки. Схема средней точки сохраняет квадратичный интеграл любой. Это у меня ни средней точки нет. Нет. Ага. А чего там? Это настоящий неявный метод Рунгикут. Сейчас я покажу его. Вот он, как это, в принципе, записывается. Вот у меня вот значение у 1. А, такой, понятно. Схема трапеции. Как ее называют в американских учебах. Ну, можно. Да, да, можно. Ну, сумма функций пополам. Да. Но при этом неявная. Да. Ну, дело в том, что там, как мне кажется, даже не как мне кажется, я даже в этом уверен, там сохраняется не совсем интеграл этой самой задачи линейный, а нечто на него похожее, с поправкой, зависящей от шага. И вот это, если рисовать чистый интеграл без поправки, то у тебя фактически получается график поправки. А поскольку у тебя примерно все периодическое, то вот у тебя и начинаются эти осцилляции. Так что для неявной схемы, мне кажется, появление осцилляции, ну, вполне естественным делом. Так, наверное, и должно быть. Да, согласен. А вот для явных, у меня тоже всегда монотонно получалось. Доказывать я это не умею. Вот. А вот для этих методов видно, что бывают плохие как раз выборы аши, лунгикута, которые явные, и они вот, получается, вот этим страдают. Отклонением. А скажи, пожалуйста, а можешь ли ты по первому дифференциальному приближению сказать, что аш надо брать меньше вот такого-то? Ну, я не могу с точностью до какой-то константы сказать. Могу до порядка сказать. То есть надо смотреть, вот в данном случае эксперимент показывать. То есть пока вот я не могу сказать, что, например, взять аш таким и эпсилон такой, то тогда вот начиная с этого отношения все получается хорошо. Но могу указать зависимость, по которой определяется. То есть константа неизвестна, а вот самый порядок, он должен быть там. Потому что если я считаю, что у меня схема четвертого порядка, а малость той величины и малость этой величины, а не одного порядка, то уже это другое дифференциальное уравнение. Мы просто другое дифференциальное уравнение решаем. Понятно. Хорошо. Коллеги, может быть, все-таки у кого-то еще появился вопрос? А то я чувствую, что я злоупотребляю вниманием нашего докладчика. Мне очень нравится это внимание, и всегда оно сказывается положительно на дальнейшей работе. Я вижу, что Леонид Анатольевич написал, что он... А, он уже с нами. Все нормально. Так. Ну что, коллеги? Еще раз спрашиваю, есть ли вопросы. Давайте тогда поблагодарим нашего докладчика за, как мне кажется, очень интересный доклад. Мы всегда рады слышать Леонид Анатольевича. Так. Ну, я не знаю, как у нас тут принято хлопать или не хлопать, но будем считать, что мы все похлопали. А я с нами все похлопал. Ну, это что? Это святое. Так. Коллеги, но все-таки, может быть, у кого-то появились еще вопросы? Если вопросов не появилось, предлагаю наше сегодняшнее заседание считать закрытым, если никто не будет возражать. Будут ли возражения? Возражений тоже нет. Хорошо. Спасибо. И отдельное спасибо докладчику. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Рад был доложить. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...